Братья и сестры, приветствую вас в храме в этот утренний час. Давайте откроем книгу «Деяния» и третью главу. Книга «Деяния» и третья глава, и будем читать с первого стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись на него, сказал «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужасы и изумления от случившегося с ним. Осмелюсь предположить, что для этих двоих, Петра и Иоанна, это был обычный день. Один из обычных дней. Они шли в храм помолиться. Они шли как-то совершить какой-то акт поклонения Богу. Это было побуждением их сердца. И наверняка, кроме этого человека, еще были люди возле храма, которые просили милостыню. Это было, и как в наши времена, и так и тогда, наверное, это было привычным явлением. Идущий в храм более расположен что-то, чем-то делиться, может быть. И всегда будут те, которые будут ожидать, что мы окажемся теми, с кем поделятся. Этот человек из-за болезни вот таким образом жил, выживал. Но произошло нечто необычное в этот день. Нечто неожиданное в этот день. Эти двое, Петр и Иоанн, пришли в храм, имея что отдать. Пришли в храм, скажем так, не с пустыми руками. И они были способны поделиться тем, что имели. Сегодня я предлагаю задуматься вот о чем. Что имею я? И что я с этим делаю? И могу ли я чем-либо делиться? Я не знаю, друзья, с чем кто сегодня пришел в наш храм. Тем более я не имею представления, есть ли намерение и побуждение у кого-либо, чем-либо, вообще с кем-либо делиться. Но должен заметить следующее, что хотим мы этого или не хотим, мы все равно чем-то поделимся и уже поделились. При встрече, при общении, просто присутствуя. Мы что-то с собой принесли. И вот пример Петра и Иоанна показывает нам, что очень неплохо, если то, что мы несем в себе, что этим не стыдно поделиться. Что это может быть полезным и нужным тем, кто есть рядом, и нам не будет хотеться это прятать. И самое главное, эти двое показывают нам пример того, что нужно быть готовыми в неожиданных обстоятельствах делиться тем, что для нас ценно. Еще один текст, который я хотел бы предложить нам прочитать. Потом мы к этой истории из деяния вернемся. Второй текст записан, это второе послание Коринфянам, вторая глава, я прочту с 15 по 16 стихи. Второе Коринфянам, вторая глава, с 15 стиха. Апостол пишет, Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Не правда ли знакомый текст? Давайте попробуем сейчас вот на этот очень знакомый текст, ну, несколько, может быть, внимательнее присмотреться к нему. И первое, что здесь можно обратить внимание, апостол называет нас благоуханием. Он говорит, мы благоуханием. И он обращает внимание на то, чей аромат мы должны или можем, или призваны источать. Чей аромат, ну, должен нас сопровождать. Если так можно сказать, окружать нас. Чей, друзья? Ответ на поверхности, вы правильно говорите. Христово благоухание. А что же это означает, друзья? А это означает, на мой взгляд, следующее. Христос может, и даже скажу, должен чувствоваться в нас. Мы привыкли говорить, виден, слышен. А вот тут чувствоваться, как-то на уровне чувств, тоже можно проявлять Христа. И согласитесь, хороший аромат обычно не скрывают. Хороший аромат даже сложно скрыть. Вот этот вот образ, о котором здесь идет речь, в послании Коринфянам, благоухание, Христово благоухание, на мой взгляд, это образ, который имеет очень, ну, такой серьезный, глубокий, практический смысл. Если, конечно, мы обеспокоены тем, что мы с собой являем и чем на самом деле делимся. Согласитесь, мы так устроены, что весьма чутко реагируем на запахи. Мы быстро, точно определяем, нравится нам этот аромат или нет, подходит он нам или нет, раздражает или, наоборот, привлекает. Если на рынке продавец предлагает нам свежий товар, то мудрый покупатель обязательно, если, ну, подразумевает это обстоятельство, попробует обонять, ну, соответствует ли сказанное тому, что я ощущаю, тому, что, ну, не обманешь же, не обманешь свои рецепторы. Я почувствую, настолько ли он свеж, насколько об этом мне говорят. И, скорее всего, никто из нас не подумает даже приобрести то, о чем говорят хорошо, но что нам не понравилось, когда мы обоняли запах. То, что источает плохой аромат. Еще на что хотел бы обратить внимание в этом послании к Оринфянам, что мы прочитали в этом тексте. Здесь написано, кому этот аромат интересен. Вот обратите внимание, может быть, у вас есть перед глазами описание, попробуйте туда посмотреть или вспомнить то, что мы читали. Может быть, на экран сейчас выведут 15-16 стихи, не знаю. Ну, попробуйте представить себе и подумать сейчас, кто ожидает этот аромат? Кто желает обонять? Видите ответ? Находите для себя. А Павел говорит, мы Христово благоухание кому? Богу! Представляете себе? Мы Христово благоухание Богу! То есть, Он ожидает, что этот аромат мы будем источать для Него. Он желает обонять Своего Сына в нас и в наших контактах с нашим окружением. Знаете, христиане имеют особенную привилегию. Мы имеем привилегию нести самими собой вот это вот животворное благоухание в те места, где мы просто присутствуем. Вот заметьте, аромат говорит без всяких слов. Благоухание чувствуется, не надо объяснять. И мы имеем вот эту вот привилегию вот в тех местах, где мы присутствуем, вот произносить, расточать, распространять вот это вот доброе благоухание. И именно вот этого благоухания, именно вот этот аромат желает обонять Господь, наш Бог. Ветхий Завет нам повествует, что была целая система, целый подход, установленный самим Богом к жертвоприношениям. И одно из постоянных, обязательных, один из обязательных видов жертвоприношений, помните, какой был? Курение. Благовонные курения, которые нужно было сжигать на жертвенники, и, как пишется, чтобы их обонял Господь, чтобы они достигли до Него. И вот мне интересно обратить внимание на следующее, друзья. Вот эти самые благовонные составы бросались в неблагоприятную среду, помещались в неблагоприятную среду для того, чтобы выделили свой скрытый, свой настоящий аромат, и чтобы этот аромат вознесся ввысь к самому Богу. И вот эти составы сжигали в огне. И если посмотреть на текст, как его пишет апостол Павел, то вот этот самый огонь – это ничто иное, никто иной, как те люди, с которыми мы пересекаемся. Причем, как люди спасаемые, так и погибающие. Как те, которые ходят в церковь, в равной степени, так и те, которые не ходят в церковь. И для тех, и для других этот аромат должен быть. И мы даже по большому счету, хотим или не хотим, все равно какой-то аромат источаем. Я имею в виду сейчас в переносном смысле. И причем вот, что интересно, люди ощущают. Люди его хорошо ощущают. Результат, действие здесь описывается. Для одних он будет во спасение, а для других предназнаменование погибели. Нередко бывает так, что мы говорим достойные вещи. Нередко бывает так, что мы говорим ценные, правильные мысли. Но стоит нас немножечко нагреть, стоит нас слегка подогреть, и мы начинаем источать неизреченный аромат. Вот тут уже не всегда так все просто. Потому что я более чем уверен, что все мы, каждый в своей степени, содержим какие-то примеси. И вот эти примеси, в зависимости от того, чего больше, могут перебивать с собой главное, отвлекать от главного. И именно по этой причине, мне кажется, апостол Павел, когда говорит, что мы Христово благоухание Богу в спасаемых, он говорит, задает вопрос, говорит, а вообще кто способен к этому? Кто способен к всему? Ты способен? Ты способен? У тебя это получается? Ту историю, которую мы прочитали о Петре и Иоанне, мы видим, что для себя я увидел связь с этим текстом. Действие принципа этого действия, что мы Христово благоухание, это практический пример. Человек пришел в храм, два человека пришли в храм, они вроде бы ничем особо не выделялись от других, все вот шли, все что-то жертвовали этим нищим, а у этих было нечто большее. И когда нищий ожидал от них золота или серебра, или какого-то даяния такого насущного, он говорит, а у меня этого ничего нет, говорит Петр. И в принципе, в большинстве случаев можно было бы поставить точку и пойти дальше и сказать, извини, в другой раз, сейчас у меня ничего нет. Но они не ставят точку. Петр говорит, у меня нет серебра и золота, но у меня есть нечто большее, у меня есть то, чем я могу с тобой поделиться, у меня есть то, что я хочу тебе дать. И он говорит, во имя Иисуса Христа, встань и ходи. И не просто говорит, встань и ходи, развернулся и пошел дальше молиться в храм. Он берет его за руку, он поднимает его. То есть он проводит его по этому пути веры, чтобы этот хромой, ну, сделал первые шаги этой веры. И когда Петр его поднял, написано, укрепились его ноги, ступни, колени, и он ощутил в себе силу, он стал скакать, хвалить, прославлять Бога. Он зашел в храм, он сидел все время возле храма, сидел перед воротами, попрошайничал, а тут вошел в храм и хвалит Бога. И люди, которые увидели все это происходящее, которые со стороны за этим всем наблюдали, были в ужасе, были в смущении и страхе от того свидетеля, чего они явились. Они узнали этого человека, они узнали. И Петр использовал это внимание, которое сейчас возникло, к тому, чтобы сказать вторую свою замечательную, сильнейшую проповедь. На мой взгляд, по результативности еще более сильную, чем, ну, если измерять цифрами, еще более сильную, чем в день Пятидесятницы. Да, в день Пятидесятницы были знамения, огненные языки, чудесные вот там проявления Духа Святого. А здесь Петр просто стал говорить о Христе. Ведь это не мы, не моим благочестием, не потому что мы такие вот сильные, хорошие и правильные. А вот Христос во имя Его, вот этому дано здоровье. Вера спасла Его. И мы читаем, что пять тысяч человек. Это не вся аудитория. Не знаю, как эта аудитория вообще могла слушать эту проповедь. Как это распространялось без вот таких электронных средств усиления, передачи информации, как в наше время. Но люди слышали и воспринимали. Как там ушло, эта информация сширилась по народу. И написано, многие, не все, многие, но вот уверовали. Но этих многих было целых пять тысяч человек. Целых пять тысяч человек. И вот для исцеленного, вот это вот благоухание, вот то, что отдал Петр и Иоанн, то, чем они смогли поделиться, это был аромат воспасения. Это был аромат прикосновения Божьего. Это было настоящее благоухание Христова. Но были и другие люди. Те, которые видели, слышали. Кто-то уверовал, как я говорил. А были те, которые недоумевали, ужасались. И хотели это прекратить. Хотели, чтобы дальше это не распространялось. И отсюда можно сделать вывод, что уже от реакции слышащего, от реакции обоняющего этот аромат зависит, будет ли он ему во спасение, или он будет для него предзнаменованием погибели. Нам же, думаю, нужно обратить внимание вот на что. То, что мы имеем, друзья, то мы и сможем отдать. И никто не сможет поделиться тем, чего у него нет. Иаков в своем послании написал, 3 глава, 12 стих. «Не может, братья мои, смоковница, приносить маслины». Послушайте внимательно эти слова, друзья. «Не может, братья мои, смоковница, приносить маслины». Или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Христос, это его слова в Евангелии от Матфея, я прочту 12 глава, 35 стих, такое еще сказал. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Слушайте, все определенно, все просто и все ясно. То, что я имею, то я и вы, и вы, и смогу, с тем и смогу поделиться. Если говорить вот о словах Христа, здесь лечит это сокровище. Согласитесь, люди сокровища хранят. Вот что я имею, что я храню в себе, друзья, вот именно это и делает меня тем, кто я есть на самом деле. В книге Деяний есть еще один интересный пример, я кратко его расскажу, напомню. Это книга, 8 глава, нам повествует о том, что пришел там Филипп проповедовать, совершал чудеса, исцеление. Ну, очень сила Божия явно проявлялась, люди следовали, слушали за Филиппа. И в этом вот местности был некий Симон, волв, который до этого, до того, как появился Филипп, очень успешно волховал, очень успешно там, ну как-то, я не знаю, был ли он шарлатаном или кем, но у него успешно получалось привлекать внимание к себе и выдевать себя за кого-то великого, за великого человека. Люди слушали его. Ну вот пришел Филипп, и все стали каяться, обращаться ко Христу, и сам Симон уверовал. И он тоже уверовал и оставил свои волхования. И стоял возле Филиппа и удивлялся, наблюдал, что же происходит. Вдруг в Иерусалиме, вот этот слуг дошел до Иерусалима, что такие вот дела происходят в Самарии, присылают Петра и Иоанна посмотреть, что же происходит, засвидетельствовать. И Петр с Иоанном пришли, поговорили с этими людьми, уверовавшими, и возложили на них руки, помолились, чтобы на них сошел Дух Святой. И это произошло. И вот Симон, этот бывший волх, он посмотрел, что через возложение рук апостольских, а смотрите, он тоже принял крещение, он тоже уверовал, он был хорошим человеком, если смотреть по внешнему, он был в правильной обстановке, с правильными людьми общался, вместе с ними восхищался деянием Божьим, но увидев, что через возложение апостольских рук передается способность наделять Духом Святым, он собрал свои имения, свои деньги, принес к апостолам и попросил, говорит, давайте вы мне дадите такой дар, давайте мне такой дар, я тоже хочу возлагать руки, и чтобы через меня Дух Святой передавался. И апостол Петр тогда сказал интересные слова, вот я к тому привожу пример, что то, что мы имеем, то мы и сможем отдать, это сложно скрыть. Он ему говорит, вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Посмотрите, человек хорошие слова говорил, хорошее даже вроде бы стремление, желание у него было, вроде бы даже в обстановке правильной находился, ритуальные какие-то действия даже совершил правильные. А Петр говорит, а я вижу, что ты исполнен желчи и в узах неправды. То, что мы имеем, то обязательно проявим. Петр имел в себе Христа, Иоанн имел в себе Христа, и он смог вот имеющимся поделиться, он смог во имя его, ради веры во имя его, поделиться вот с этим хромым. И мне кажется, вполне уместно задать себе вопрос, а чем я сегодня могу поделиться? Даже при всем моем желании, что я смогу из себя извлечь? Что я начну источать из себя, если меня немножечко нагреть? Имею ли я Христа? В таком виде, в достаточном количестве, если так можно говорить, я уже так специально упрощаю, чтобы я мог поделиться. И самое главное, знаю ли я, как это делать в конкретных обстоятельствах? Стараюсь ли я это делать? Что мы имеем и что отдаем? Это вопрос, который сегодня звучит. И мне кажется, что он актуален, как для нашего присутствия в церкви, потому что мы тоже чем-то здесь делимся, так и за ее пределами. И да поможет нам Господь оказаться благоуханием Христовым, Богу, как в спасаемых, так и в погибающихся. Аминь. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.